всем огромный привет рада видеть вас на своем канале на ухо заложил от счастья что ли давай давай сегодняшнее видео посвящено косметики расскажу вам ну вообще пришло время до рассказать вам о своей бюджетной косметички потому что я такие видео делаю раз в сезон сезона сменяются и рядом со мной тут стоит корзинка куда я заботливо под накидала свои бюджетные косметики пользуюсь я не только бюджетной косметикой но так как канал посвящен все-таки бюджетной косметики я постаралась выбрать максимально мною любимое и максимально бюджет насколько это возможно хочу сказать сразу что конечно же можно каждый сезон показывать вам разную косметику что-то новое но я на самом деле обычный человек который красится далеко не каждый день и косметика в моей личной косметички обновляется не так уж и часто то есть мяч какие-то любимые средства я имею с огромным удовольствием пользуюсь и порой бывает такое что из видео видео кочуют одни и те же продукты поэтому прошу прощения за это но это реально моя косметика а не просто косметик которую я выбрала сейчас вам покажу закину и потом в долгие очки и забуду там про нее нет это реально то чем я пользуюсь в своей повседневной жизни наверное мы начнем с вами с того что мне будет первое попадаться а не по какому-то определенному алгоритму то есть у нас все с вами последовательности наверное вот там от тонального к помаде не будет хотя возможно и будет как пойдет как пойдет и вот кстати первое что мне попадает здесь тональная основа от бренда эвелин называется вандер матч у меня две штуки такой один очень светлый другой достаточно темный в оттенке 15 natural и я их смешиваю я кстати в одном из видео в предыдущем сезоне показывала как я их смешиваю между собой добавляю чуть больше темного или чуть больше светлого в зависимости от сезона то есть если и летом я более загорелая ну прям вообще мулатка практически то этот как зимой я более белый более белый более я маскируюсь под снег вот сейчас оттенок номер 15 natural для меня идеально подходит без смешивания со светлым оттенком именно он сегодня на моей коже я его использую и в повседневной жизни и практически в ста процентах видео в своих то есть если вы видите не тестирование какого-то другого средства просто я сижу о чем-то разговариваю какие-то косметические видео или парфюмерные скорее всего это он он при близком рассмотрении в жизни виден особенно если со слоем переборщить и нанести в пальцы лощиной но если тоник в принципе выглядит достаточно хорошо видео плотности этого тонального крема не видно а кожа выглядит ровный поэтому вот для таких ситуаций он меня прям вот спасает и не забивается в морщинки потому что если я снимаю в день очень много видео то с течением часа там полутора-двух начинают проглядываться такие вот носогубные куда вот забились в крем такие вот тональные в оттенке 15 мне еще какой что у меня был не помню короче и вот с этим все хорошо выглядит он долго красиво на лице довольно стойкий хорошо распределяется я распределяю его хорошей кисточку поэтому проблем у меня с ним никаких я все-таки буду стараться выбирать косметику да вот мы с тонального начали продолжим пудрой но то как сумбурно все получится непонятно две пудры вам сейчас покажу так как у меня сейчас опять таки кожа прямо очень смуглая очень прям вот очень поэтому соответственно все мои пудры которые белые белые максимально белые они выглядят на под загорелым лице как мука ее эти пудры очень видно поэтому я открыла свой комод и нашла что-то чуть темнее а нашла я вот такую пудру от бренда лила пудра компактная и тон здесь 0 4 он довольно темный и на светлой коже может в зимнее время сработать даже как такой скульптор очень такой лайтовенький скульптор здесь такой оттенок коричневый чуть серый желтизны нету рыжины нету красноты нету поэтому когда ее наносишь нету вот такой знаете кожа на лице допустим розовая на шее желтая то есть она как-то вот раз и хорошо по поводу качества качество на мой взгляд у пудры очень хорошая хотя когда смотришь в упаковке думаешь прям бюджетника но на ночь на пальцы никаких комков никаких вот сгустков пудры налипшие ничего нету то есть она прям очень 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 хорошо выглядит наносится тоненьким слоем ее можно слоить добиться слоя но в целом это пудра достаточно тонкая достаточно особенно если наносить какой-нибудь пушистенькой кисточкой кстати нет кисточка менять просто очень часто я взяла очень часто спрашивают что в каких-то косметических обзорах что за кисть это кисточка с алиэкспресс из натурального очень мягкого ворса стоила она я 2 покупала одна из них была около тысячи рублей они практически одинаковые а вторая была очень дешевая и вот какая это мне кажется это было которая вот более бюджетная вот она настолько прикольно ей очень здорово наносить скульпторы если вы боитесь переборщить то что она подвижная очень 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 прям по ней видно да мягчулечка такая то есть а скульптором не переборщить может быть если пудру там тын тырит и ретты ты 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 да ну то есть вот какие-то тоненькие слои вот так что с помощью этой кисточки сегодня пудру наносила раз раз прям хорошие пудра мне нравится мне очень нравится оттенок таких оттенков мало в косметике поэтому этим наверное она для меня уникальна следующую пудру которую я себе а положила в эту корзинку для того чтобы пользоваться что она мне такая знаете подзабытая пудра классная от бренда кико милана красивом футляре магнитном я иногда просто огнать сижу так 3 3 очень мне нравится такими вещами заниматься она более светлая и я ее просто положила для того что еще раз повторюсь для того чтобы пользоваться тоже пудра классная мягенькая мягенькая она по плотнее выглядит на лице потому что она более рыхлая соответственно набирается больше чем предыдущей пудры и вот но она сейчас мне немножко светловато сейчас мой загар смоется и как раз таки вот на осенний сезон там октябрь будет мне прямо вот идеально очень нравится мне качество этой пудры и красиво оформление все-таки знаете как ни крути можно сколько угодно гадине и мне внешность не важно и вот это вот все дыроши продукт был хорошего качества дата 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 но приятно же согласитесь ты же берешь в руку от тебя просто приятно просто приятно то что это красиво просто приятно то что здесь магнитик кстати магнитик хорош так ну очевидно же но и зеркало кстати очень даже неплохое вот оттенок у меня 0 1 очень светлый ну кстати знаете он не прям вот белый я бы сказала но такой светлый вот так что переходит в мою повседневную косметичку а мы с вами дальше так про румяна две штуки вам сегодня покажу две штуки потому что они разного оттенка если у меня помада более теплая рыжеватая я использую сейчас вот эту пудру вот эти румяна от март это корейский бренд я к сожалению не знаю можно ли его найти сейчас потому что в принципе бренд такой был в россии не особо распространенный как-то он блогер одно время его прям очень активно 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 рекламировали потом раз и куда-то исчез по крайней мере сейчас я нигде не встречаю на косметика просто огнище какое-то настолько мягко бархат настолько приятно и идеального качества это прям люкс это вот прям люкс приятная коробка прорезиненная ничего конечно там роскоши никакой нет но сделано все очень качественно красиво претензии к качеству вот у меня даже я вот очень хотела докопаться да не до чего ну потому что это просто вообще невероятно наносится красиво выглядит на сводчих видно что это идеальное распределение красивый оттенок использую с какими-то вот теплыми помадами реально качеством просто вообще вот изумительно очень жаль что в россии косметика не получила должного должной любви я в таких моментах грущу даже да потому что иногда бывает косметика такую качественно она как-то вот ну может быть и активно рекламируют там и что-то она популярна ее обсуждают на бывают какие такие вот бренды проходящие которые настолько заслуживают внимание и всеобщей любви но вот они как-то вот остаются так подаль но это жаль на самом деле жаль следующее что вам покажу это румяно-розового оттенка нежнейшего розового оттенка от бренда фирин легкое прикосновение румян компактные и это цвет такой знаете румянец без румянца то есть ты делаешь этими румянами у кияши у тебя нет ощущения что у тебя на лице румяна но кожа начинает сиять здоровьем то есть такой прям свежачок такой очень прекрасные румяна пока что тоже к ним кстати претензий нет они стоят в разы дешевле чем предыдущий от муар но по качеству они изумительные они более плотно спрессованы набирается на кисти их значительно меньше чем предыдущих румян но опять-таки наносится без проблем никаких катышков скоплений густоты массы в одном месте нету легкое нанесение шикарные румяна абсолютных обожаю использую я их использовала довольно часто и сейчас продолжают использовать если мне не надо вот вот это вот найти свекла 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 это вот такой свекл свекла это одно из слов которые никак не могу запомнить до ставится ударении каждый раз я лезу в интернет смотреть думал вот сейчас я запомнила, но вот сейчас я точно запомнила, вот прям на всю жизнь, 15 минут проходит, у меня опять проблема, свекла или свекла, в общем, если мне вот такие румяны не нужны, то это вот они, вот этот вот фирин, так, про скульпторы, сейчас в ходу у меня вот такие вот две штуковины, Lamelle Blush, в оттенке номер 4, да, 404 Taub, ну, как бы это румяны такие, относительно румяны, это, конечно, прям скульптор, причем даже не бронзор, а скульптор, потому что довольно прохладный оттенок, идеальный цвет, цвет оттене на холодной коже, на светлой коже, ну, знаете, как вот, если прям у вас совсем темная кожа, его, скорее всего, будет не видно, он будет как такая больше пудра, может быть, чуть затемняющая, но все-таки пудра, а вот на светлой, холодной коже, прям как цвет тени, идеальный. Скульптор, очень классное качество, тоже без кусков, без комков, я вообще сегодня подобрала такую косметику, на самом деле который мне нравится, мне хотелось сделать вот что-то такое, знаете, полезное в плане, о, вот это вот здорово по цвету, значит, в качестве можно не сомневаться, конечно же, мы все, я напоминаю, разные, да, кожи разные, и предпочтения разные, но я с абсолютно чистым сердцем вам советую то, что я сегодня показываю. И вторая моя скульптурирующая любовь, это минеральная косметика от бренда Eco Make, минеральный бронзер, а тут оттенок такой, что его можно и бронзером посчитать, и скульптором, в зависимости от того, какой пигмент вашей кожи. Я им пользуюсь как скульптором, именно он сегодня на моих скулах, вот в этих местах. Здесь турмяна, здесь вот скульптор, и немножечко вот на лбу, ну, в общем, немножечко на всем лице, совсем чуть-чуть, тоненьким слоечком. Настолько мягко, настолько нежно, что когда ты набираешь на пальцы, у тебя такое ощущение, что ты, вот просто твои пальцы что-то ласкает, вот знаете, какой-то, может быть, шелк струится между пальцами, это настолько приятно. Довольно экономичный расход, потому что нужно совсем чуть-чуть, скульптор-бронзер рассыпчатый, вот, но у меня почему-то, кстати, не пылят, несмотря на то, что я вот рассыпчатый продукт, как-то вот я осторожена к ним, потому что, когда я пользуюсь минеральной косметикой, рассыпчатыми продуктами, у меня тут я просто стою вся, вот в этом во всем, я думаю, что многие меня понимают, что у нас тут. Так, про тени. Тени, это, в общем-то, ничего нового я вам не покажу сегодня, да, потому что я как сняла обзор на вот эти вот жидкие, от белорусского бренда Luxe Visage Matte Tint, так я ими и пользуюсь, но единственное, я просто беру разные цвета, у меня вся коллекция оттенков, даже обновленные у меня есть, у меня swatch видео на канале есть, смотрите, если не видели. На глазах показываю все очень подробненько, и я просто их меняю, то есть у меня 107-й оттенок любимый, вот он, кстати, это просто вот must have, такое бесявое слово, вот must have. Ну, в общем, вы поняли, самая часто используемая косметика, цвет, вернее, 107, Rose Beige называется, но и с другим я тоже эти оттенки миксую, и в последнее время очень люблю сочетания 107-го и 109-го, 109-й и 107-й оттенок сегодня на моих глазах, затемнение с помощью 109-го, в складку 107-й, идеальное нанесение, хорошая стойкость, в складку век, у меня, правда, веке ненависший, не скатывается, кожа у меня нежирная, держится абсолютно весь день, как прибитый, в конце дня просто удавляешь, там, не знаю, ну, мицелляркой там или чем-то, да, кто-то спрашивал, что если долго тени лежат, они в тюбике расслаиваются, есть такая штука, но на качество это никак не влияет, вот у меня есть расслоившийся оттеночек, он лежал, наверное, вот неделя, вот, ну, то есть вот так вот делаешь, вот так вот делаешь, вот так вот делаешь, вытаскиваешь, наносишь, распределяешь, я чаще всего распределяю или пальцами, или мягкой синтетической кистью, как обычные сухие тени, поехали дальше, если мне нужен какой-то очень темный оттенок, я себе положила такую палетку, ей 8 миллионов лет, но я ее безумно люблю, и эту еще у них, вот эта Rose Edition, они просто, по-моему, до сих пор продаются еще там в подружке или где-то, вот, поэтому я вам показываю, и Nude Edition, обе люблю, и использую в основном три оттенка из этой палетки, самый темный, сегодня, кстати, тоже уголок затемнял с помощью него, бежевый, вот такой коричневый, бежевый, и вот такие вот два оттеночка, розовенький, и слово забыла, медный, медный, не медный, ну, в общем, вот такой оттенок, и мне очень нравится, кажется, они безумно пигментированные, и действительно они могут подосыпаться под глаза во время нанесения, потому что они рыхлые, а рыхлость это в основном как бы недостаток, но достоинство у этого, то, что тени действительно очень, то есть это такое, знаете, пигментация, бах, и у тебя теней много, то есть ты их-то растушевываешь, растушевываешь, все отлично, меня вполне устраивает. Когда я, особенно для видео, делаю какие-то яркие смоки, коричневые, я, в моем понимании, смоки это один, максимум два цвета, это эффект дымки, эффект, ну, что-то по оттенку схожее друг с другом, если мешаются два оттенка, как сейчас просто называют смоки, это все подряд, там, Сейербург, и все везде смоки, у меня нет такого, у меня вот, если смоки, то у меня глаза коричневые, просто эти коричневые будут по уровню тона отличаться, светло-коричневые, темно-коричневые, и так далее, вот, и когда я делаю такие яркие, какие-нибудь коричневые смоки, я очень часто использую еще вот такую тенюху, Metal Hype от Luxe Visage Liquid Eyeshadow, в оттенке номер 13, это красивый, темно-коричневый, переливающийся, без каких-либо крупных блесток, дорого-богато, прям дорого-богато, для видео, это выглядит очень эффектно, но на самом деле, в жизни они тоже идеальные, у меня розовенький такой был оттеночек, мне тоже очень нравился, такой свежачечек, глазки открываешь, такой прям, с утра пораньше куколка такая, как будто и не выспалась, дальше брови, брови, это на моем лице, это вообще отдельная история, потому что, бровей своих у меня, как бы они есть, но их как бы и нет, они есть, но они очень светлые, и если их не накрасить, краска с них смывается, там, 3-4-5 на неделю, брови светлые, ну, вот так вот сложилось от природы, поэтому брови на моем лице нужны, без них я выгляжу, и немножко инопланетно, я выгляжу странновато, я выгляжу странновато, поэтому я чаще всего брови стараюсь все-таки на своем лице нарисовать, дабы не пугать народ, в основном, что я сейчас делаю, карандаш, в принципе, карандаши, карандаши для бровей у меня очень много, вот, в этот раз я вот заканчиваю, не так много осталось, LN Pro, микро браун, в оттенке номер 102, бровь я этим карандашом не заштриховываю, я рисую контур брови, карандаш, кстати, не жирный, рисует средненько, держится на бровях неплохо, для контура очень, кстати, подходит, вот, и я рисую контур, и то, что внутри, я заполняю, это просто неотъемлемая часть макияжа, неотъемлемая, я уже показывала, Ева Мозаик, Powder Brow Liner, так, оттенок Medium Brown, это пудра для бровей, здесь такой мягчайший, мягчайший спонж на конце, я его так вот стряхиваю, и заполняю бровь, и сегодня именно таким способом, мои брови нарисованы, с помощью вот этого карандаша, от LN Pro, и с помощью этой пудры, она уже у меня заканчивается, у меня есть еще две, потому что я не представляю, как жить без этой штуковины, и, кстати, можно и без контура просто нарисовать, будет более мягко, более растушеванно выглядеть, можно встряхнуть с кисточки пудры побольше, тогда брови не будут выглядеть такими темными, с помощью этой штуковины можно нарисовать растушеванную стрелку, потом кисточкой дотушевать, ну, в общем, кто такое любит, я так и делаю, кстати, неотъемлемая часть, но темная, то есть для блондинок, это, конечно, немножечко темновато, там, подводка и тушь, и подводка, и тушь, все они на моем лице, я сегодня максимально постаралась, все, что я вам показываю, нанести на себя, подводка, айлайнер, варгите, от бренда Эвелин, и той же серии и тушь, давайте, наверное, с подводки начнем, ну, кто меня долго смотрит, знаете, что я люблю такие подводки, чтобы они были не с фетром, наконечником, а с кисточкой, домахалась, кто меня давно знает, знаете, что я люблю такие подводки с кисточкой на конце, не с фетром, наконечником, но мне попалась вот эта от Эвелина, здесь фетром, наконечник, настолько подвижный и мягкий, что в процессе нанесения, в общем-то, напоминает обычную кисточку, поэтому я и пользуюсь, ультра-черный цвет, подводка довольно стойкая, в течение всего дня на моих глазах держится, беспроблемно, поэтому я ее решила, у меня просто все подводки закончились, я ее решила подиспользовать, в общем, очень неплоха, единственное, в отличие от кисточки, она побыстрее засыхает, то есть кисточкой ты рисуешь до самого конца, пока она там не закончится, то здесь она уж когда начинает подсыхать, уже такие, знаете, как пробельчики образовываются, то есть уже где-то что-то доработано, но в целом за свою цену эта подводка Варите Эвелин, на мой взгляд, крайне достоинственную стрелку рисовала с помощью нее, и тушь Варите Эвелин, она очень напоминает, ну кисточка просто один в один, Vivienne Sabo Cabaret, ну и в принципе по качеству, мне кажется, они плюс-минус похожи, может быть вот это вот, ну чуть-чуть погуще наносится на ресницы, чуть-чуть погуще, потому что Vivienne Sabo в последнее время стали делать тушь, может формулу или изменили, или что-то изменилось, она такая не очень густая, ее мало наносится на ресницы, то вот это вот погуще. А я люблю силиконовые кисточки, я люблю, когда ресницы склеены, потому что ресниц у меня мало, их нужно поднять, их нужно откуда-то взять, поэтому вот таким способом. Вот, неплохая тушь, я не скажу, что что-то феноменальная, прям все мы сразу тут дружно ломанулись, побежали покупать тушь, но она неплохая, и пользуюсь я в общем-то ей с огромным удовольствием, хотя вот тушь, знаете, как советовать тушь, вообще непонятно, это настолько зависит от ресниц, а самое главное зависит от изгиба и толщины ресниц, это прям надо вот подбором, методом подбора, тут блогеров, мне кажется, слушать бесполезно. Так и последнее, что у нас с вами тут осталось, это помады решила сегодня вам не показывать, объясню почему. Давайте, наверное, вот так вот и начнем. Помадами я пользуюсь для видео, причем я им пользуюсь, знаете, как вот сегодня я хочу рыжего, завтра розового, послезавтра красного, и то есть я даже не особо там разбираю, что я беру, у меня помад очень много, прям в комоде, два отделения, и я вот прям беру, поэтому когда вы меня иногда спрашиваете, «Наташа, что за помада?» Да я никогда в жизни не вспомнила, потому что я с закрытыми глазами там, глаза открылась, кровать встала, что-то там накрасила, вот так я вот видео, знаете, снимаю. Ну, конечно, не так, но я утрирую, понятно, но я не запоминаю. Вот, то в жизни я что-то сейчас подумала, что надо внести разнообразие и попользоваться блесками для губ. Попользоваться блесками для губ. Первый блеск для губ, которым я уже пользуюсь, и сегодня именно он на моих губах, «Макси Шайн» от «Филин». Это такой блеск классный, вот он ровненько-ровненько наносится, мягенький, такой приятненько пахнет, в общем, прям он хороший, не скатывается, комочков никаких не образует, цвет из стороны в сторону не мигрирует, в течение носки, такой увлажняет, губы даже если сухие, и им хочется влаги, какой-то увлажненности, то этого блеска достаточно. В общем, он такой. Ну, стойкость, конечно, поели, ничего не останется, надо поправлять. Это такое, чтобы нанести на себя, выбежать из дома, и у тебя был такой свеженький вид, типа, вот знаете, как это, макияж за 2 минуты, то есть, ты такой открыл, раз-раз-раз-раз-раз-раз, что-то там припудрил, и вот побежал. И вроде такой вот свежий, но перед зеркалом 3,5 часа не проводил. Я люблю, кстати, такой эффект. Приятный, не липкий, не тянется между губами, комфортный, красивый оттенок. Для меня красивый, я такие очень люблю. Поэтому, вообще, повседневный вариант на все 100% оправдал мои ожидания. Я, кстати, вообще, знаете, в последние годы не люблю макияжи, когда они выглядят таким образом, что явно видно, что ты перед зеркалом провел 3 часа. Ну, то есть, ты прям вот готовился, прям готовился, и это мероприятие для тебя такое важное. Ты прям полдня отдал своей жизни, чтобы этот макияж нанести. Вот такие макияжи перестала любить. Мне нравится сейчас что-то более небрежное такое. И в одежде, кстати, тоже я очень такое люблю. Вот утром встал, тебе надо куда-то повернуть, ты что-то на себя надел, какие-то там вот что-то, джинсы, майку или какую-то блузку, и вот ты ее недозаправил, или она у тебя выскочила там и в макияже тоже вот что-то раз, раз, раз. Вот такое. То есть ветер в волосах вот такой вот. Сейчас, конечно, по мне не скажешь, но и видео это все-таки не повседневная жизнь, поэтому тут надо быть важно. Еще такая вещь, что вот эта вот некая неряшливость в жизни всегда выглядит привлекательно, а в видео это выглядит реально неряшливо, потому что камера покажет все твои торчащие на голове волоски. Даже то, на что ты в жизни внимания не обратишь, в видео ты на это внимания обратишь. Ну, плюс фокус внимания, да, у вас только на меня, поэтому ты сидишь там, разглядываешь, где аум, он такой, ему надо найти срочно какой-то недостаток. Поэтому такой неряшливый стиль в видео, он выглядит не всегда красиво, но в жизни я противочитаю именно так. Вот что надел, туда и отправил. Что надел, туда и отправился. Не так хотел сказать. В общем, что попалось под руку, то на это и надел. Второе, от бренда Evelyn Cosmetics Oak My Lips, Lip Maximizer, это блеск бальзам для губ, который в целом не имеет оттенка. Ну, такой, знаете, прям слегка намек на какую-то розовую молочность, если очень толстым слоем нанести. Хотя этого делать не советую, потому что я блеск липковат, если со слоем переборщить. Ну, этой серии мы нанесли и наши губы распухли. Они у меня, правда, мне уже ничего не поможет, губы у меня особо не распухают, поэтому это скорее, знаете, такое ощущение и придание губам яркости, потому что блеск щипет губы и губы от природы неяркие, приобретают более яркий, более сочный оттенок. То есть, знаете, ощущение такое, что у тебя яркие губы свои от природы, а сверху просто прозрачный блеск. Пощипывание длится ну, довольно долго, поэтому если вы натур чувствительны, это жжение вы какое-то время должны будете потерпеть. И последнее, контур для губ без него никуда, просто так я накрасить губы без контура не могу, потому что, еще раз повторюсь, губы у меня тонкие и контур очень слабо от природы очерченный. Если я попытаюсь особенно темными помадами накрасить губы без контура, то это будет цирк. В прямом смысле цирк, а я клоун. Поэтому контуры. Обычно я покупала бежевые карандаши, пада все помады, абсолютно универсально, вот, но у меня сейчас осталось несколько вот таких вот помад. Это помада-карандаш от Golden Rose Matte Lipstick Crayon. Это оттенок номер 28 и оттенок номер 18. И именно этими помадами, когда мне совсем лень, я могу им прям губы накрасить, а когда мне нужен контур, я им пользуюсь как контур. Мягкие, стойкие, кожу губ не корябают, ложатся на губ прямо как масло такой раз. при этом стойкость хорошая, это удивительно. Вот на этом, пожалуй, и все, что я вам хотела сегодня показать. По-моему, я ничего не забыла, что касается хайлайтера, я намеренно его не положила, потому что сейчас хайлайтеры, я как-то у меня нет одного вот того, что вот именно этим пользуюсь, как-то я вот то-то, то-се. Есть, конечно, там любименькие, но я их показывала уже, повторяться как-то не хотелось. Ну и не каждый раз я пользуюсь сейчас хайлайтером, потому что ну все-таки еще на улице тепло, все-таки еще блеск собственной кожи на солнце, пусть уже, наверное, не палящим присутствует, поэтому хайлайтером не очень хотелось бы это лишний раз подчеркивать. На этом все, я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным, я надеюсь, что мы увидимся с вами вновь. Спасибо вам огромное за потраченное вами время, за ваше присутствие. Желаю вам хорошего дня или ночи на сегодня. Все, пока.